областного управления внутренних дел. В огне погибли, по последним данным, 50 с лишним человек. 51, если быть точным. О версиях происшедшего в репортаже нашего специального корреспондента Александра Абраменко. К сегодняшнему дню спасатели МЧС наконец смогли завершить первый этап своих работ. Устранены практически все серьезные препятствия, мешавшие эффективному поиску без вести пропавших. Специалисты утверждают, что наступил самый ответственный момент. В ближайшие дни предстоит в буквальном смысле просеять тонны грунта и пепла, среди которых могут быть не только останки еще 32 до сих пор ненайденных человек, но и находки, способные дать ответ на главный вопрос, что послужило причиной трагедии. По имеющейся у нас информации приблизиться к разгадке пока не удается. В настоящий момент следователи пытаются восстановить хотя бы приблизительную картину того, что предшествовало трагедии. К примеру, до сих пор нет точных данных о том, сколько же человек на момент возгорания находилось внутри здания. Пожарные первые буквально, то есть от начала пожара вывели около 200 человек и 60 человек спасли по лестнице. Были, конечно, проблемы, связанные чисто технического характера, потому что центральную часть города, как вы справедливо заметили, развернуть лестницу требует время. Так сказать, высокобольтные провода, это тоже требует время. Что касается версии, то, судя по всему, следственная бригада пока остановилась на двух. Существует несколько версий, в том числе и как загорание, так и поджог. Версия о том, что причиной пожара могло стать замыкание в электропроводке, выглядит достаточно убедительной. Особенно после того, как удалось восстановить исчерпывающее представление о конструктивных особенностях здания, построенного в Самаре еще в 1936-м по личному указанию главы НКВД Лаврентия Берия. Плохо то, что не было запасных выходов, здание старое совершенно, это первое. Второе, знаете, сотрудники первое, что сделали, спасали осужденных. Ни один заключенный, их было 52 человека, не пострадал, даже не пострадал. Вывели всех до одного. Спасли все личные дела, спасли все оружие, унесли знамя. По некоторым предположениям, быстрому продвижению огня по зданию способствовали вентиляционные полости между деревянными перекрытиями. Именно по ним, с забитым слоями пыли, как в аэродинамической трубе, пламя в течение нескольких секунд смогло охватить целый этаж. В результате чего от спасительных выходов были отсечены сразу три верхних. Очевидцы свидетельствуют, что, видимо, осознав безвыходность положения, люди стали просто выпрыгивать из окон. Поэтому к нам поступали больные с тяжелыми травмами опоры двигательного аппарата и внутренних органов. И вот именно этот контингент оказался наиболее тяжелым в сочетании с ожогом дыхательных путей. И как раз они-то и вошли в состав той группы из пяти человек, где наше лечение не увенчалось успехом. Версия о роковом стечении обстоятельств, которая привела к столь массовой гибели людей, до вчерашнего дня действительно выглядела наиболее убедительной. Новый акцент... ...все на камеру не говорят. Наверняка не просто будет выяснить фамилии или клички гулявших. Наверняка не получится их найти и допросить. Как ни крути, а электрическая версия гораздо проще, если кто-то захочет замять для ясности вопрос. Подобной катастрофы здесь никогда не было. Россия, Самара, февраль 1990. В среду уже практически точно установлено, что около 18 часов огонь вспыхнул вначале в одном из кабинетов второго этажа, где располагался отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Как утверждают очевидцы, уже в течение следующих нескольких минут пламя отсекло от выходов обитатель трех верхних этажей. Именно в эти минуты там началась паника и люди, спасаясь, просто выпрыгивали из окон. По данным МВД, несмотря на это, прибывшим на помощь пожарным удалось вывести из огня 260 человек. В их числе были и 52 обитателя следственного изолятора, который располагался во внутреннем дворе здания. Вчера, в день похорон первых 22 жертв пожара в городе, был объявлен день траура. Проститься с погибшими сотрудниками милиции в Самару прилетали министр внутренних дел России Сергей Степашин. Расследованием причин трагедии пока придерживается двух версий. По ее мнению, пожар мог стать либо следствием рокового стечения обстоятельств, либо чьей-то злой воли. В эти дни в Самаре много говорят о том, что поджог, если это был поджог, может быть делом рук тех, кому мешали результаты работы местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В последние годы этот отдел, в частности, активно расследовал уголовные дела, связанные с деятельностью Тольяттинского автоваза. О том, что этой версии МВД придает особое значение, свидетельствует, к примеру, и тот факт, что в ближайшие дни в Тольятти вылетает один из заместителей Сергея Степашина. Продолжение следует...